В этом занятии мы с вами разберём этот небольшой гитарный лик, который строится, в принципе, на тональности си мажор, на корсе мажор и используется с помощью тэппинга. Значит, давайте рассмотрим, как мы здесь его будем играть. Ну, для начала поставим пальцы на нужные нам лады. Это первый пальцем, второй мизинец, 12, 14, 16 лад. И будем использовать тэппинг вторым пальцем на 17 лад. Значит, мы здесь будем с вами играть. Почему мы ставим первый пальчик сюда? Потому что сейчас, например, мы не будем эту ноту использовать, но всё равно мы её уже сюда с вами заранее ставим, для того, чтобы нам было потом удобно держать эту аппликатуру на следующую струну. Тэппинг мы будем с вами играть не на 17 ладу, а на 19 ладу. Значит, начинается пассаж с того, что мы с вами ставим палец на 19 лад, тэппинг правую руку, и делаем сдёргивание. Вот. Дальше мы попадаем с вами в безымянный, во второй палец на 14 лад, и делаем хаммер на 16 лад. И добавляем тэппинг. И затем снова пулы идут у нас. То есть получается такая фраза. А теперь будем тэппинг с вами дублировать. То есть то 19 лад, то 18. То есть 19, 18, 19, 18. Мнута при этом здесь в левой руке не изменяется. Первый палец пока мы не играем. То есть получается у нас сыграли, теперь добавляем другой тэппинг. Делаем пул на второй палец. И снова делаем хаммер. Опять тэппинг на 19 лад. Делаем пул. Ко второму пальцу потом снова тэппинг, другой лад. И у нас получается такая фраза. Если, конечно, в быстром темпе играть, получается достаточно интересное звучание. Бонусом, в принципе, можно еще показать то, что... Как можно дублировать стэппинг на одной струне. То есть и левой рукой, и правой рукой. Точнее, это уже получается как не совсем... Это не двойной тэппинг. Это получается у нас... Мы дублируем одну ноту. Ну, это, в принципе, немножко другая тема. Давайте не будем отклоняться. Значит, у нас получается... Мы с вами сыграли этот пассаж. И затем... Вот как только мы с вами будем переходить на вторую струну, мы начинаем сдергивать уже к первому пальцу. То есть, обратите внимание на то, что когда мы играли... Просто чередовали тэппинг 19-18, 19-18, то пулы мы делали только до 14 лада. А сейчас мы будем делать... Оп! При переходе на вторую струну мы уже с вами захватываем первый пальчик. То есть пулы у нас идут к первому пальцу. То есть вот и у нас получилось. И на второй струне мы с вами играем абсолютно такие же лады, только там уже у нас нет никакого чередования. То есть мы сыграли. Вот. И повторили. Как только мы с вами сделали этот повтор... Вот. И приходим на второй палец, на 14 лад. Затем добавляем тэппинг на 17 лад. Отпускаем его, делая пул во второй палец. Делаем хаммер мизинчиком в 16 лад. Затем опять добавляем пул, тэппинг на 19 лад. Делаем пулы во второй палец. Затем тэппинг на 17 лад. Получилось у нас уже... Теперь делаем тэппинг сюда, 17 лад. Сделали пул уже в первый палец. Затем делаем тэппинг на 16 лад. И уходим на 9 лад. Слайдом. Затем играем... Играем простую форму. Значит, здесь у нас получается в левой руке статичное положение пальцев. То есть 9-11. В правой руке у нас постоянно 16 лад. И мы двигаемся сначала первая сторона, вторая, третья. Потом вторая, третья, четвертая. Дальше догадались уже третья, четвертая, пятая. И... И все. Здесь мы с вами можем сделать трель небольшой. Вот. И затем... Можно прийти в тонический аккорд. То есть получается здесь... То есть если отрабатывать под метроном, то у нас метроном будет на пальце. Пам-пам-пам-пам. Либо же, например, на один удар метроном у нас два удара пальца. Только в самом конце у нас уже получается трель. Вот такой интересный пассажик получился. Желаю успехов и повторить его вам. Пока.